здравствуйте дамы и господа с вами елена и вы на моем канале эллин элегант и сегодня я продолжаю свой рассказ о выставке ярмарки жар птица это вторая часть моего видео вторая часть потому что я не стала оставлять все в одном видео достаточно длинным она бы получилось вот решила разбить на две части и так жар птицы 12 выставка ярмарка проходил с 19 23 апреля в москве 17 года в торгово-восточном комплексе экспо-центр и очень интересная ярмарка выставки ярмарка по крайней мере для меня я очень люблю народные промыслы и хочу поделиться этим впечатлениями с вами и так в прошлый раз прошлом видео мы остановились с вами на девушках на территории мастер-классов они уплели на коклюшках и нас с ними случился небольшой разговор и я очень хочу чтобы этот разговор хотя бы немножко отрывки из него вы услышали чтобы понять что это за девушки девушки скромные девушки юные поймите они стеснялись участвовать съемки поэтому вот вот тот формат который получился а вы где учились мы учимся сейчас учиться на колледже дизайна и декоративного преподобного искусства при академии строгановской а там курс да у нас прям полноценный факультет учения как он называется уже уплетение а сколько времени три года и какая специальность результате мастер декоративно-прикладного искусства и куда можно пойти работать ну наверное преподавателем вот так да высшее образование я так где этому высшую учиться ну например саму строгановку а там тоже есть и высшая да да и сколько лет учиться ну пять пять лет и потом специальность да дает а потом куда работать не знаю на заходы наверно никто не собирается именно вот прям конкретно именно этим заниматься а преподаватель ну нет все вот хотят именно получать высшее образование по другим специальностям им то есть вы не хотите по-другому то есть нет у нас как бы получаем среднее образование по этой специальности потому что бы научиться рисовать что лучше в школе Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 людей вот по крайней мере у меня всегда так и вот с этим талантом и для меня это просто гигантский какой-то величие таланта меня просто поразило и когда я с ним поговорил я поняла почему почему она меня так поразило потому что девушка она не училась нигде это самородок она училась сама и когда нам несколько раз мне это повторила что она училась сама понемногу у меня был например шок потому что я была уверена что вот вообще 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 писать нужно учиться да особенно вот такая живопись как образы да то есть это я не представляю как человек это вот нужно действительно быть поцелованным богом чтобы у самого самого взяться кисть и как она сказала вот в минуту простое да она сидела дома она не знала чем заняться она вот занялась живопись у нее такие работы посмотрите просто потрясающе и когда она говорила с маститыми художниками а в основном это в районе троица серега и лавра очень много обучения по этому поводу происходит и хотела обучиться этому мастерству потом уже будучи уже художником и сделать свои работы кстати очень многие у нее работы приобретались и сказали ни в коем случае не надо учиться потому что вы просто потеряете уникальность своего таланта и я очень счастлива что она встречала такого мудрого человека который вот проник в ее ситуацию и понял я очень хорошо и посоветовала действительно вот такое мудрое решение в нужный момент потому что да действительно если бы она пошла учиться как правильно сказал тот мудрый человек она бы потеряла свою уникальность она бы делала как все и вот как штампованные работы у нее получались бы но в этом не было бы души мастера вот как сейчас вы видите в ее работах я вот пыталась снимать вот кстати это она нам ее приглашали за границу вот диплома и участие и во многих выставках и за границей она давала свои мастер-классы но сейчас не сложилось к сожалению вот ешь я желаю чтобы это все у нее возобновилась смотрите уникальность матовый лак то есть матовые матрешки смотрится просто поразительно они не глянцевые они матовыми совершенно вот нечто другое и нечто вот такое сакральное такое такое такие лики посмотрите какие ли какой лику богородицы какой лик вот ангел-хранитель это просто поразительно это вот душа автора я не знаю я очень оставлю вас наедине с собой вот эти прекрасный работ и так это были работы светланы ивановые для заинтересовавшихся оставлю контакты под видео возможно захотите посмотреть на и работы у нее есть свой сайт и так далее зарядье девушки которые возвращают красоту девичью как я во себе сказал да в заряде на манекене платье такой вот провинциальной барышни и она с корсетом насколько помню платье стоило вместе с корсетом около 20 тысяч которые представлены на манекене остальные платья вот ниже до этой суммы меня поразило насколько девушки будут молодые но уже мудрые и они возвращают женщине я красоту уходит вот от этого назвать навязанного не секс и возвращая действительно девичку смотрите какой косы какие коса до пояса и вот девичье такое платье в пол такой просто сюжет нет идеи они девушки мне очень поразили порадовались сами красавицы и то что они творят просто красота просто право они сказали что они представляют на многих выставках своей работы вот надеюсь что мы встретимся потому что это платье который мне понравился на к сожалению был не моего размера и моего цвета вот а вот заказывать как-то но я не представляю как можно заказывать на выставке да если бы какое-то было пространство какая-то мастерская вот в москве но не к сожалению не с москвой поэтому довольно сложно так на расстоянии делать заказы ну вот они меня поразили да и контакты кстати тоже у меня их есть я взяла и тоже если вам интересно и заинтересовали эти платья тоже я оставлю под видео в инстаграм они кажется есть там далее мы с вами проходим по выставке и видим вот эти изделия стекла эти расплавленные бутылки мне показали они с таким юмором не знаю мне почему-то они вызывали улыбку вот я снимала это опять же вот витражная техника да на выставке атмосферы творчества я снимала ксению которая занимается этим творчеством смотрите другой представитель дерево целое из всяких разнообразных ангелов и звезд очень интересная работа мне очень понравилась такая радужная такая праздничная она такая для детского представления представление ребенка это вот такой праздничный сюжет это ли он мне тоже понравились льняные платья волшебная лента но я вот сейчас вам показываю отдельно стенды делаю же ростовский маль делаю уже просто слайд-шоу из тех стендов которые были представлены на выставке уже не видео уже просто фотографии потому что опять же говорю да выставка уже была закрыта я фотографировала те стенды которые еще не были убраны но выкладываю вам для того чтобы вы представляли то весь ассортимент и все многообразие народных промыслов и творческих посылов мотивов представители которые были на выставке вообще заражает конечно и заряжает таким позитивом я вот надеюсь что нравится эти представители из серебра вот жестовская роспись тоже очень прекрасный преподнос прекрасные образцы смотрела просто поражалась просто очень люблю вот и многие кстати представители стенды смотрели именно в камер как им это удавалось я не знаю потому что я подходил незаметно но собственно проходила мимо да но вот именно в момент фотографирования всегда смотрели в камеру либо вот надевали да то есть постоянно такие фотографии то есть у меня потом спрашивают авторы стендов да почему вот все время таких не привеляю неприглядных видах мы на стенде ну потому что сразу говорю я фотографирую стенды я не фотографирую участников я фотографирую продукцию для того чтобы зрители поняли торжовские зато швеи были вот мало немного совсем было товара представлено если вы любите хотите их увидеть то я рекомендую вам прийти на выставку ладья потому что там они всегда бывают большим составом и с большим ассортиментом собственно на видео с выставки ладья вы видели бы да я очень люблю их и поэтому рекомендую если вы хотите на приобретите что то что то обязательно прийти на выставку на выставку ладья то что магазина у них в москве нет и участвуют они только выставках а это вот кукольная мастерская на ланском а о них я говорила выставки ладья снимала очень подробно и приобретала игрушки вот они тоже часто участвуют в выставках тоже удивительные у них кукол очень интересные мне не очень нравится но сейчас они были не очень многочислено представлены далее вот список участников тому кому интересно на стоп-кадре можно рассмотреть кто конкретно там бывает да в принципе по моему и на сайте эта информация есть вот эти изразцы мне очень понравились тоже не продавались на выставке очень интересные варианты вообще люблю изразцовые печи здесь вот хрустальные вазы были представлены тоже интересным для любителей из гусь хрустального у меня есть некоторые приобретения очень люблю я эти образцы особенно из цветного стекла здесь вот видите на бивнях наверное да на кости были рисунки тоже очень интересные к сожалению половина уже была убрана все равно тоже очень люблю этот вид искусства вот эти миниатюры я даже вот не знаю подскажите я не знаю что это за техника и что вот это фонарь мне очень нравится что это за металл и каким образом это все производится если кто-то в курсе потому что который раз прохожу мимо стенды вот они на многих выставках участвуют но вот почему-то представителей нет обоговорить не с кем а мне очень нравится очень интересные произведения ну белорусский венеон это вот сантимент специально фотографии для тех кто на вставке хочет что приобрести вот пожалуйста а это ладья будущее 13 по 17 декабря будет и вот я вам фотографировал сцену и тех представителей которые участвовали да вот расписание на какие были музыкальные сопровождения на сцене то есть для того чтобы понять да что это было за музыкальное развлечение во время выставки выставки то есть я не стала включать звук потому что это довольно шумно вы бы не поняли кому интересно можно было прочесть но на этом собственно говоря выставка и заканчивается и в качестве бонуса немного съемок афимал сити честно говоря надеюсь что поскорее уберут от строительного леса потому что несколько лет уже это все строится и выглядит очень неприглядно а это вот небольшой бонус для вас для тех кто досмотрел видео до конца на для тех кто не было в афимал сити показываю убранство все это убранство тоже закатные часы да мы видим с вами башни москва сити такие небоскребы и полностью стеклянный потолок и так что могу сказать о жар птицы стоит того для тех кто любит народные промыслы это обязательно посетите я думаю что вы получите огромный заряд творческих эмоций вообще тортика и может быть для себя найдете какой-то рукоделий которым вы потом будете заниматься с удовольствием вкладывать свою душу а может быть что-то приобретете для себя что сделано руками мастеров а это тоже дышит душой мастера изделия и так же заряжает я думаю что изделие с сотворенность своими руками ни с каким образом не может сравниться с промышленным каким-то изделием собственно мой взгляд на это таков но конечно же нужно быть готовым заплатить изделие мастер дороже чем нежели за простое изделие которое продается и так я благодарю всех кто смотрит мои выставочные видео я для себя цель поставила по пройти как можно больше рукодельных выставок для того чтобы сравнить их между собой понять что и они себя представляют и выбрать для себя лучшие и любимые а пока вот сейчас такой момент у меня когда я снимаю практически все выставки на которых могу побывать и у вас такой момент счастливый у моих подписчиков дали кто-то случайно если забрел на канал что вы можете посмотреть и увидеть также что представляли выставки из себя и вообще принять решение для себя хотите вы ее посетить или нет я думаю что эта информация очень интересна потому что сама смотрю часто подобные видео и тоже принимая подобные решения особенно люблю смотреть выставочные видео если это происходит в другом городе либо в другой стране то есть априори я не могу на нее попасть вообще и вот мне очень интересны все эти выставочные мероприятия потому что ну знаешь во первых новостях которые приходят происходит в творческой среде и творческами а во вторых для открываешь на себя новых производителей которых потом уже ищешь ждешь вот для меня например это был love store да я уже говорил в первой части видео это магазин который занимается натуральным натуральной косметикой да на основе лаванды и также пищевыми какими-то продуктами и вот и интересно для меня была светлана иванова и она меня просто поразил глубиной своего таланта вот надеюсь что вам также были интересны мои видео мне очень интересна отдача и ваша обратная связь опишите обязательно под видео либо как-то в личных сообщениях в соц сетях не будет интересно ваше мнение и я вас благодарю за внимание с вами была елена и встретимся на моем канале да 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 Продолжение следует...